Всем огромный привет! Начинаю я третью серию своих ароматов. В этой серии я покажу ароматы от Ифраше, от доктора Пьер Рико и несколько ароматов, которые были приобретены в магазинах. Либо это были подарки. Давайте я начну со своих любимцев. Это компания Ифраше. У них есть такая серия Утро в саду, кажется, называется. И начну я с первого аромата. Вы, наверное, уже поняли, что это за аромат. Кто следит за моими видео и знает мои вкусы, это ландыш. Был момент год назад, когда я просто с ума сходила по ландышам. Я готова была освежитель воздуха нюхать. Но, если честно, я и покупала освежители воздуха с ландышем. То есть у меня все было с ландышем. Ну и, соответственно, мне многие девочки дарили и гели для душа, где есть ландыш. И парфюмы, в которых он присутствовал. Мне несколько ароматов таких дарила в мини-версиях. Жануля и потом Светлана, это мама Катюши Потяковой, мне прислала полноразмерную вот такую вот версию. За что ей огромное-огромное спасибо. И я ей пользуюсь с огромным удовольствием. Этот аромат я могу и зимой, и летом, и круглосуточно. Ландыш я люблю. Если честно, еще я люблю и сирень тоже. Но ландыш это ландыш. Следующий аромат хочу показать. Он тоже ко мне совсем недавно приехал в посылки. Это аромат розы. Также это серия Утро в саду. Леночка Никандрова мне его уже прислала. Ну, девчонки, действительно, огромное спасибо. Этот аромат, ну, просто вау. Я люблю розу в ароматах. А тут моно, можно сказать, моноаромат. Чистая роза. Эти ароматы чем хороши? Многие их ругают, что нестойкие они. А для меня это аромат дома. Я с огромным удовольствием его обновлю. И когда я дома нахожусь, вот, прям вот чуть ли не по очереди их использую. Очень приятный аромат. Нежный-нежный розы. Не тетка, не тяжелая. А нежная такая вот роза, которая понравится многим, даже не любителям роз. И третий аромат из этой серии Утро в саду. Это цитрусовый цветок. Он ко мне приехал от Джанули. Вот такая красота. Тоже 100 миллилитров. Ну, вкусный. Это очень вкусный цветок цитруса. Тут, вы знаете, вот именно, вроде и цитрус чувствуется. Но так как это все-таки цветок, то это цветочная сладость. И с элементами вот свежести такой. Очень красивый вкус. Мне он очень-очень нравится. Спасибо вам, девчонки, огромное. Вот за это тройное удовольствие. Следующие ароматы буду просто показывать. Не буду уже рассказывать, от кого они. Потому что практически все подарки. Эвиденс. Ну, у Эвиденс есть разные. Так, как вам показать. Ну, наверное, вы видите, да, какое название. Потому что этот аромат, он имеет несколько... Ну, как? Несколько... В общем, несколько ароматов Эвиденс, да. Только вот названия разные. Очень интересный флакон. Он немножечко такой, знаете, как бы вот стройно так прогнутый. Как будто немножечко, немножко откинутый назад. Очень приятный, цветочный. Вот, вы знаете, это, наверное, классика женского аромата. Вот цветы и женская такая вот привлекательность в этом аромате. Еще есть один аромат. Ну, вот, я думаю, это доктор. Потому что у ароматов и фроши обычно написано. А вот на этом аромате нет надписи. Ну, может быть, она вот тут и есть. Но я не вижу. Вот такой аромат. Он в чем-то сложный. Я с ним еще не подружилась. Вы знаете, я его достаю, тестирую и убираю. Но в эту зиму я его хочу достать и попробовать поносить. И посмотреть, как будет раскрываться на мне. До этого я его немножко побаивалась. Потому что он такой, ну, серьезный аромат. Который нужно еще понять и раскусить. Если можно так сказать. Очень красивый дизайн флакона. Вот просто на высоте флакон. Последнее время, видимо, я подзаболела немножко. И приходится подкашливать. Это не от того, что я там много снимаю. Потому что я только села. И вот начинается сразу першение. Прошу прощения за него. Есть вот такой аромат. Это бурбонская ваниль. Но бурбонская ваниль от обычной немножко отличается. В ней есть какая-то вот небольшая кислинка. Обычный ваниль мне нравится чуть больше. Это меньше. Я его использую крайне редко. И вы знаете, часто я его использую на подушечке. И тогда как-то по комнате легкий-легкий такой аромат ванили распространяется. И очень красиво звучит. Но больше вот он у меня с такой целью. И мне нравится он в таком вот проявлении. Еще один аромат. Остальные все идут от Ифраше. Я думаю, только вот этот пока от доктора. Еще один аромат от Ифраше. Вот с таким названием. Надеюсь, вам видно. Я его называла домашний компотик. У него даже цвет такой, как у меня сегодня. А-ля скатерть на столе. Очень приятный домашний аромат. Вот он сладкий, фруктовый-фруктовый. Такой девичий-девичий. Ну, в общем, знаете, нанесла на себя. И такая беззаботная-беззаботная становишься. И все проблемы куда-то уходят. Вот такой очень красивый домашний аромат. Очень я его люблю. Он нежный и классный. Давайте вот эти местами поменяем. Вот. Теперь совсем хорошо. Есть у меня цветочек Flower Party, но не стандартный, а вот такой. Ночная, да, вроде. Версия, да, Night. Ночная. Мне Катюшка Минченкова присылала эту красоту. Люблю. И вечером люблю нанести. И просто так нанести люблю. Тут красиво звучат цветы. Есть такая красивая свежесть в нем. Нравится. Вот этот аромат очень нравится. Сильно не буду так глубоко закапываться в ароматах. Потому что я описания не искала. Ну, нету просто времени. Меня еще подгоняют следующие ролики. Мне нужно к субботе обязательно снять все парфюмы, пустые баночки. Потому что в субботу начинается уже Avon, потом дальше Faberlic. И будет уже некогда. Вот такая вот у меня красавица девушка. Я знаю, что в компании было их две. Это и сиреневая. Называется, кажется, Сады Тосканий. Давайте я вам вот так покажу. Но я вам не попу показываю, а вот тут название написано. Вот такая красивая. Долго я не знала, что она лежать должна на боку. Я ее все пыталась уложить спать. Но вот она на самом деле вот так красиво лежит. А Макс ее ложит вот так. Копочку прячет ей. Вот такой интересный аромат. Вы знаете, она красиво звучит. Вот ее сложно описать. Кто смотрел первую часть, я описывала парижский шик. Вот есть какая-то такая постная нота, сладость. И такая вот она нежная, спокойная. Какой-то вот, не знаю, как правильно-то описать-то ее. Но вот на парижский шик она мне очень-очень напоминает. Вот она похожа. Вейван парижский шик. Прям вот у них, мне кажется, ноты одинаковые. Напоминает. Поэтому вот если кто имеет эту девочку и имеет парижский шик, потестируйте, попробуйте. И мне интересно, ваше будет мнение узнать. У вас такие же ассоциации? Но вот для меня они прямо вот одинаково звучат. Ну, не одинаково, но очень похожи. Как бы вот из одной струи. Так, есть у меня вот такая красавица. Это, наверное, несколько нот любви. Она называется на русском. Не знаю, видно вам или нет. Нравится. Вот этот аромат нравится. Он сладкий. В нем есть небольшая такая тяжесть сладости. Именно вот сладости. Но при этом, когда он раскрывается, он звучит красиво. Этот аромат для меня не для дома, на улицу. Улица и прохлада, и вот эта вот красота вот этого аромата. Дальше покажу вам мини-версии. Приходила сестренка, пришлось прерваться. И давайте продолжим. Остались миниатюрки. Давайте я вам их покажу. От Ифраше. Даже взяла коробочки, чтобы название показывать. И чтобы было видно. Так. Вот этот жасмин. И сразу покажу его аромат. Очень нравятся мне эти миниатюрки тем, что они полностью отображают красоту флакона. И в большой версии флакон очень похож. Они, конечно, без всяких пульверизаторов. Или как они правильно называются. Аромат достаточно сложный. Хотя и жасмин. Но этот жасмин для меня не похож на цветок жасмина. Он немножко сложный такой. Ну, иногда понемножку я им пользуюсь. Они у меня больше стоят как украшения. Такие вот милейшие флакончики. Нравятся, как они смотрятся. Давайте я коробочки уже не буду ставить. Буду только ставить флакончики. Следующий. Из этой же коллекции. Я не знаю, как называется эта коллекция. Уже идет такое вот название. И покажу сам флакончик. Он уже ночной, такой темный, красивый. И аромат. Но аромат тоже сложный. Вообще, именно вот эта коллекция ароматов, она на любителя. Нужно подбирать свой. Я считаю, что это ароматы не для дома. Они только на свежий воздух. Чтобы вас, знаете, как бы обветривало свежим ветерком. И красивый шлейф уходил куда-то. Главное их не переборщить. И если вы найдете свой аромат, то он будет вас радовать. Следующий аромат. Это солик сир. Их несколько тоже я знаю. Но у меня есть вот такой. Мне кажется, это классический. Но я могу ошибаться. Тут уже вот такой флакон. Очень симпатичный. Приятный аромат. Тоже он насыщенный. Чувствуется, что букет очень богатый. И он такой сладковатый, терпкий, пряный. Восточный, мне кажется. Я не знаю описания, к сожалению, от Ифраше. Но цель показать коллекцию. Поэтому я уже особо не описываю. Эти ароматы я не так хорошо знаю. Потому что Ифраше я не заказываю. В основном, если у меня что-то и есть, то это подарки. Еще одну покажу. Красоту. Это вот такой флакончик. Вот с таким названием на коробочке. Милейшая упаковка. Очень красивый дизайн флакона. Вот этот аромат очень-очень классный. Даже по цвету водички видно. Она такая розовая. Очень красиво раскрывается, ложится. Нежностью, сладостью. Чувствуются фрукты. И очень красивый шлейф от нее. Мне вот она из малышек. Всех больше нравится. Очень красивый аромат. Прямо вот. Люблю его. Люблю нежной любовью. И у меня есть еще одна миниатюрка. Это Ирия. Это самый-самый старый аромат у меня в парфюмерии. Уже боевой такой флакон. Я им не пользуюсь. Больше этот флакончик стоит как память о том, что когда-то, много лет назад, я сотрудничала с компанией Фраше. И вот у меня остался этот флакончик. И он у меня так как-то простоял. И теперь уже просто как раритет. Первый открыватель моей коллекции. Парфюмерный. Покажу еще один. Есть у меня аромат, который дольше всех. Ну вот этот на первом месте, который у меня дольше всех. И сейчас, ну скоро покажу еще один. А чего скоро? Я вам сейчас уже его покажу. И Фраше, и Доктор у меня закончены. Но я думаю, вот если я не ошибаюсь, Доктор у меня один. Доктор Пьеррико. Ну вот, или вот эта девушка тоже Доктор. Ну, если ошибаюсь, то извините. А так, мне кажется, основная в любом случае тут коллекция, это и Фраше. Есть у меня аромат. Мне его подарила родственница. Подарила лет 8 назад. И вот он у меня самый долгий. Это от Кевин Кляйн. Я тогда вообще и не знала, что это такое. И кто это такой. Ну, тут очень зеркалит крышка. Не надо снимать что-то. Он распыляет вот таким нажатием. Очень симпатичный флакон. Тут аромат свежести. Море. Ну, я не знаю, с чем его еще сравнить. Тут есть цветы. И, наверное, что-то цитрусовое. Он немножечко тяжеловатый, но раскрывается неплохо. Мне кажется, это аромат вообще деловой женщины. Причем, когда она летом. Вот так. За 8 лет, кто меня спрашивает про сроки годности, вообще не поменял аромат. Никакой. Ни в какую сторону. Вот он как был, таким он и остался. Ничего ему не сделалось. И девчонки часто говорят, которые собирают коллекцию 50 лет назад воды, говорят, что они в первозданном виде. Обычно ароматы портятся, я повторюсь, если как-то неправильно флакон запечатан, если туда попадает воздух или еще что-то. Но крайне редко. У меня за всю мою жизнь испортилась лишь одна вода. И тот там флакон, мне кажется, вот он как-то вот, тут вот хлипко было. Вот. Вот этому 8 лет. И он еще есть. Ну и вообще, я не очень люблю, когда такие большие объемы. Но у меня есть аромат, которому я рада, что там большой объем. Сейчас я вам его покажу. Это самый любимый аромат в моей коллекции. У меня спрашивали девочки, что же у тебя самое любимое. Это Шанель Шанс. Так вот, видно внизу название. И не просто он мой любимый, потому что он дорогой самый у меня, а потому что это подарок моего мужа. И мне очень нравится само звучание, шлейф. И вообще вот, как на моей коже раскрывается эта вода. Тут также есть цитрусы мои любимые. Тут цветы, тут есть небольшая сладость, совсем крошечная. И настолько он красиво звучит, я прямо надышаться не могу, когда этот аромат на мне. Муж мне купил 100 миллилитров, за что ему огромнейшее спасибо. Он покупал, даже видно тут как-то солидно сама упаковка сделана. По-моему, в Эльдебуте он покупал. Я не помню. В нашем городе таких магазинов нет. Он брал в соседнем, в областном. Вот. Это вот моя любовь. Еще один аромат, который мне подарили, или подарила Наташенька черных. Это от Кинзо. Название давайте вам поближе. Покажу. Вот так она называется. Флоралист. Кажется, так, да. Вот здесь тут тоже что-то написано на крышке. Очень красивый аромат. В него входит роза. Видно даже на просвет. Эта роза там изображена. Кто не любит розу, вам может не понравиться, потому что тут роза хорошо слышна. Он такой теплый аромат, приятный. Мне кажется, в какой-то мере, я бы его и вечерним назвала. Ну, вообще, мне кажется, роза очень часто, если она без цитрусов, без свежести, она создает такую теплоту, терпкость, ей вот какой-то вечерний, вот тягучий что-либо в аромате. Ну, вот как-то так. Ну, нравится мне этот аромат. Я его не часто использую, но считаю его больше ароматом зимы и буду с огромным удовольствием зимой использовать. Давайте вот сюда его поставим. Еще один аромат. Если честно, не помню, из какой страны он приехал. Это вот аромат Ральф. У меня у мужа знакомый летчик, и он его привез, привез как на самолете, в общем, прилетел этот аромат откуда-то. Я забыла, если честно, откуда. Очень приятный аромат. Опять в моем любимом ключе. Это свежесть и цветы. Есть небольшая-небольшая сладость. Она присутствует, и поэтому он является таким тепленьким ароматом. Долго описывать не буду. Он такой вот как раз голубой и напоминает, как бы, знаете, такую свежесть у моря. Тоже вот теплота, теплый день, брызги, как-то вот красиво он звучит. Так, что вам еще показать? Осталось у меня два аромата. Они уже не настолько интересны, может быть, потому что это реплики. Вот такие. Не знаю, как вам показать. Но давайте так. Это эклад. Вот этот. И эскада. Это реплики. Они очень-очень похожи на ароматы, которые представляют собой. Единственный минус в таких репликах – это стираются надписи, очень хрупкое стекло, которое, если уронишь, разобьется. И не настолько стойкий аромат, как хотелось бы. Но в целом для меня это очень красивые ароматы. Они действительно напоминают настоящие. На мне их узнавали. Даже говорили, о, это у тебя эскадр? Я говорю, ну, почти. Поэтому для дома это неплохо. С огромным удовольствием пользуюсь, обновляю. Ну, вот, они даже так идут вместе потихоньку. Я, когда наношу макияж, я люблю вот в конце, как завершающий этап, одну из этих водичек на себя нанести. Ну, вот, как-то они у меня так вот, с интересом, с таким расходуются. Всё. В этой части, наверное, всё. И в последней части я покажу уже всё, все ароматы от компании Юнитоп. А сейчас я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Может быть, у вас что-то из этого было, или вам что-то нравится. Может быть, у вас своё восприятие этих ароматов. Что-то нравится, что-то нет. Делитесь. Потому что в первых двух частях мне очень понравилось, что мы с вами общались, девчонки. Мальчишки даже писали. Очень приятно, что идёт диалог, и вы рассказываете, что нравится вам, и что является вашим любимым ароматом, или, наоборот, у вас другое впечатление. С огромным удовольствием пообщаемся. Буду вас слушать. А сейчас всем пока. Встретимся в следующей части.